Всех горожан. Это открытие экспозиции боевой техники под открытым небом. Есть даты и трагические моменты в истории нашего народа, которые уголовно увидели память людей, навечно вошли в историю страны. Разве можно забывать от тысячи героев, ценой жизни которых завоевали право на мир? Она проявляется в живых солдат, покажет вам память. И она проявляется по-разному. По фотографиям, по сухон-траковой письмам, по архивным материалам, по подобным экспонатам, представленным здесь. Эти реликвии нужно сохранить для будущих поколений, для воспитания исторического сознания. Стараниями главы советского городского оборудования Николая Николаевича Воищева аллея героев пополнила экспозиция боевой техники. И первым я предоставляю слово, конечно же, главе советского городского оборудования Николая Николаевича Воищева. Участники Великой Отечественной войны, ветераны вооруженных сил, воины-интернационалисты. В 2010 году появилась эта идея о том, что есть мемориал, есть часовня воинам-интернационалистам, участникам локальных конфликтов, и необходимо каким-то образом увековечить это место. С 2010 года шли обращения в Министерство обороны, неоднократные поездки. И везде все время отвечало одно, что есть инструкции, есть указания и так далее и тому подобное. И, наконец, со сменой руководства, когда поменялся министр обороны, в одночасье этот вопрос стал решаться. И техника нашлась, и средства, и силы, и все остальное. Как может быть так? Город Советский, второй в Калининградской области, где было самое большое количество военнослужащих на душу населения, я думаю, что каждый второй советчанин, если не военнослужащий, то он относится, или служил, или работал, все было связано с Министерством обороны. Но так случилось, что в городе не осталось военных. Я думаю, что это временно. Все, как и придет нам армия, и настоящая техника будет стоять в казармах и на плацах, в парке. Поэтому, я извиняюсь, что волнуюсь, потому что для меня, даже если вы не знаете, детище, по которому столько, 4 года длилось эти страдания, и все-таки оно решено. Поэтому, это только начало. В любом случае, большая перспектива. Музей по открытым небам в Калининградской области, он первый, и он будет в любом случае дополняться. Вчера командующий Балтийским флотом сказал, что мы окажем помощь. Все, что есть, мы привезем в город Советск. Поэтому, есть город Советск в Калининградской области, будет королева Луиза, единственная русская королева, и есть советская военная техника, экспонаты военной техники, музей военной техники, подбитый небом. Я должен сказать такие слова, что музей... Мемориальный комплекс музеев по открытым небам объявляют открытым. Ну и, конечно, сейчас самый волнительный момент, это мы решили в этом году немножко разнообразить. Обычно традиционно привязывается ленточка, при ответе того или иного музея, неважно, аллея или еще чего-либо. Мы решили внести некоторое новшество. Но для кого не секретно, это что для любого советского гражданина, для любого русского звезда — это символ победы. И сегодня под марш наших кадетов наши уважаемые выскопоставленные, наши друзья сейчас отпускают в небо эти пятиконечные звезды. Символ победы нашей России. И под ваши бурные аплодисменты. Символ победы нашей России. Дорогие священные, разрешите вас всех поприветствовать от всех общественных организаций ветеранской Калининградской области, персонально от общественной организации боевого братства. Пожелать вам всем здоровья и сказать огромное, большое человеческое спасибо за то, что вы делаете. Здесь неоднократно было сказано слово «память». Память — это то, что мы не должны забыть. Пока есть память, мы помним те героические подвиги наших отцов, прадедов, прачуров, которые дали нам сегодня жизнь. Память — это то, что воспитывает наше будущее поколение, которое, если не дай Бог, станет необходимой, станет ничем к плечу и защитит свое отечество, своих матерей, сестер, братьев, стариков. Память — это то, что не позволяет нашим друзьям, в кавычках, по-другому это называем, думать о том, что мы слабы. Еще раз говорю, Россия, сегодняшняя — это не Россия 91-го года. Мы давно отошли от того момента, когда были растеряны. Мы давно не те, которые не понимали, почему так все происходит. Мы все осознали и по-новому живем. Мы сделаем все, чтобы память наших дедов, отцов всегда была вечной. Огромное вам человеческое спасибо руководству и народу населению города Советска. Конечно, современные дети родились через много лет после войны, когда уже позарастали окопы, заплыли солдатские траншеи, разрушились блендажи в три наката, стали рыжими солдатские каски. Для них война — это история, которую забывать нельзя. И подобные аллеи боевой славы становятся нравственной основой для молодого поколения, воспитывая в них чувство патриотизма, становясь связующую нитью памяти. И еще одной такой нитью в нашей стране стало возрождение и развитие кадетского движения, целью которого — создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан в служении Отечеству на гражданском и военном поприще. И сегодня, я думаю, мы заложим еще одну новую традицию нашего города. Именно здесь, на аллее героев, в торжественной обстановке, мы сейчас награждим лучших кадетов города. Но прежде чем мы приступим к церемонии награждения, я хочу предоставить слово генералу-майору в отставке Тарасову Александру Александровичу. Здравствуйте, дорогие совещане, гости нашего города. В преддверии взаменательной даты 69-й главщины победы наших славных вооруженных сил нашего народа в Великой Отечественной войне мы открываем вот этот мемориал «Парк вооружения и боевой техники». Конечно, эта техника не времен Великой Отечественной войны, это более поздних годов выпуска, но, тем не менее, она очень хорошо знакома всем нашим товарищам, которые проходили службы в вооруженных силах, особенно тем, кто участвовал в боевых действиях и в локальных войнах. Эта техника и вооружение защищала нас и броней, и земляными валами, окопами, траншеями, которые вот эта инженерная техника предоставлена здесь, делала и экономила время для солдата, что он его использовал для отдыха и для соответствующей подготовки к очередному бою. Войны-интернационалисты с удовольствием восприяли то, что парк техники и вооружения расположен рядом с памятным знаком воинов-интернационалистов. Там на плите выберут 14 фамилий наших советчан. Это наши герои, которые отдали свою жизнь, выполняя приказ Родины. Этот парк расположен рядом и на самой аллее воинов-интернационалистов. Вот все это дает нам больше возможностей влиять на нашу молодежь. Участникам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий, ветеранов вооруженных сил, которые непосредственно занимаются воспитательной, патриотической работой среди молодежи. Здесь, конечно, будет более доходчиво и понятно нашей молодежи, что за техника в нашей армии, как она должна осваиваться, как она должна приносить победу, как им самим готовится защищать свою Родину, свой народ. Я хочу выразить глубокую благодарность Николаю Николаевичу Воищеву. С его приходом город невознаваемо стал улучшаться во всех отношениях. Очень много Николай Николаевич уделяет внимание мемориалам, комплексам. Вот наш памятный знак, который был тоже сделан именно им. Аллея героев, аллея воинов-интернационалистов, названная им. И вот этот последний наш музей, он титаническим трудом достался Николаю Николаевичу. Мало того, что столько сил потребовалось выпить всю эту технику. Вот эти вот, все, что здесь сделано, начиная от булыжника и кончая теми же танками БМП и инженерной техники, это все на средства Николая Николаевича. Из городского бюджета ни одного рубля сюда не пошло. Я прошу это всем понять и потом мне задавать дурные вопросы, зачем это надо. Надо это единственное, чтобы люди не забывали, не забывали, что напряженная обстановка на есть, была и будет. И свидетельствам у сейчас данные, то, что происходит в нашей братской стране, на Украине. Я бы еще раз поблагодарил Николая Николаевича и всех вас поздравляю с наступающим праздником, Днем Победы. Здоровья вам и удачи во всех ваших делах. Спасибо. Я прошу сюда еще подняться Николая Николаевича. По одной простой причине мы приступаем к церемонии награждения. За успехи в учебе, значительные результаты в общественной, спортивной, культурно-массовой деятельности кадетского движения присваивается звание старший кадет, учащимся муниципального автономного образовательного учреждения лицея номер 5. Андрееву Илью. Илье. Глущенко Вячеславу. Зинченко Денису. Дорогие друзья, аплодируйте. Это будущее нашей защитники России. Кашему Виктору. Возняковой Диане. Шаталову Алексею. Возняковой Денису. ...защитники страны. Хоронить все человечество, чтоб не было войны. И с техникой повенчаны, тяжелые навсегда, режимом строго мечены служебные года. Чтоб храбрость и удача по жизни рядом шли. Ну а любовь и счастье в домах своих нашли. Дорогие друзья, поздравляю вас всех с наступающим праздником. Днем Победы. И всех вас мы ждем завтра. Как на нашем торжественном шествии, так и на митинге, который состоится на мемориальном комплексе «Танк». Еще раз всех с праздником. Субтитры создавал DimaTorzok КлиNET